поздравляю этот день настал сегодня ну по крайней мере образно вы становитесь хозяином испанской квартиры или даже целого дома вместе с ириной руть мы заглянули в будущее давайте посмотрим как пройдет для нас этот день ирина говорим сейчас о таинстве сделки вот собственно та процедура которая переводит вас из-за разряда потенциального покупателя собственника как мы говорили до этого для того чтобы совершить сделку у вас должен быть открыт счет в банке на него уже должны быть переведены деньги у вас должен быть индивидуальный налоговый номер в испании получен ну и вот теперь назначена конкретная дата и что происходит в этом день этот день мы начинаем с клиентов с похода в банк банке нам необходимо взять платежные документы которые нам понадобятся при расчете с продавцом на сделке поэтому день начинается с банка а потом мы едем к нотариусу у нотариуса нас уже ожидает продавец либо представитель продавца сам нотариус наш юрист наш независимый приглашенный переводчик который будет переводит как правило все полностью дословный контракт все что происходит на сделке все вопросы все обсуждения и уже у нотариуса сначала составляют черновик договора купли-продажи он делает это заранее или в тот момент когда ты уже пришел туда как правило заранее потому как наш юрист данные отправляет заранее и представитель продавца тоже данные по документам продавца отправляет заранее что реально происходит на самой сделке когда вы туда пришли мы проверяем сначала черновик контракт прямо там вот прямо у нотариуса да черновик договора купли-продажи и если это с привлечением аппетеки то и кредитный договор проверяем черновик вычитываем проверяем данные паспортные данные на адрес объекта недвижимости после этого утверждения черновика если на какие-то изменения нужно внести мы прямо ручкой их вносим отдаем помощнику нотариуса он печатает уже начисто ну если нет никаких изменений говорим что все хорошо проверили мы готовы помощники печатают оригинал приходит нотариус нотариуса как правило несколько отдельных кабинетов где одновременно проходит несколько сделок и других операций и нотариус заходит просто в каждый кабинет когда уже там все проверили готовы садится начинает проверять еще со своей стороны и задает вопросы участникам сделки после чего происходит собственно и подписание нотариусом переводчиком и участником сделки выбор нотариуса чего он зависит и насколько заранее к нему нужно обращаться? Нужно обращаться заранее, записываться всегда обязательно. От чего он зависит? Плюс-минус все нотариусы работают одинаково, по одним законам, естественно, поэтому мы опираемся просто на собственный опыт, на территориальное месторасположение, где нам будет удобно и с кем мы уже сотрудничаем много лет. Кто выбирает нотариуса, покупатель или продавец? Здесь не играет роли. Обычно представители покупателя и продавца между собой об этом общаются. У вас какие-то есть предпочтения по выбору нотариуса? И если есть у кого одной из сторон, нет, мы хотим только там, то в этом нет никакой проблемы. Как правило, чаще представитель покупателя выбирает, а просто сообщает представителю-продавцу, куда и в какой день и время нужно будет прийти. Что, собственно, покупатель должен принести с собой физически на сделку? Покупатель обязательно должен с собой принести оригинал паспорта, оригинал номера иностранца, который был получен и платежные документы, которые были получены утром в банке для расчета с продавцом. Что происходит после того, как документ распечатан, подписи получены, ну и по сути согласие с двух сторон есть полное? Продавец передает покупателю ключи, а покупатель-продавцу передает банковский чек на получение суммы продавцом. Что происходит в тот момент, если по какой-то причине после передачи ключей ты приезжаешь в свой новый уже дом или в свою квартиру и понимаешь, что что-то пошло не так, например, какое-то условие продавцом нарушено? Такой случай был два раза, когда покупатель приехал и один раз вынесли мебель, а второй раз заменили мебель полностью. Решение, естественно, всегда есть. Просто мы обратились к представителю продавца, сказали, что так делать нельзя, что в контракте мы написали, что квартира или дом продается со всем, что находится внутри, и просто продавец возместил в денежном эквиваленте этот ущерб. Мы немножко ужесточили данный контроль, и теперь накануне сделки, если она с самого утра, то вечером предыдущего дня, если сделка, например, в час дня, то утром этого дня, мы всегда берем еще раз ключи и проверяем объект. В какой момент чисто физически я становлюсь полноценным собственником испанской недвижимости? После подписания договора о купле-продаже. Что подтверждает мое право собственности? Договор подтверждает. То есть вот эта бумага, в которой написано, договор купли-продажи, в которой написано, что объект продан. Исторический день завершен. Объект продан, точнее в нашем случае куплен. Вы стали полноценным собственником, что может быть прекрасней. А давайте-ка теперь подсчитаем, сколько вы реально потратили. В следующий раз оценим, за что пришлось или придется заплатить, помимо, разумеется, самой недвижимости в Испании. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok